Дорогая церковь всех сердечно приветствуем очень приятно быть вместе в общении я немножко перед тем как мы помолимся хотел сказать по второй проповеди Александр Яковлевич когда проповедовал и он сделал ударение на то что в нашей жизни бывают развилки вообще устройство gps оно старается показать путь короче путь на котором меньше ожидается препятствий и чтобы быстрее дойти до цели назначения для нас детей божьих которые искренне любят господа в жизни очень часто эти развилки встречаются но эта развилка смотрится так братья приходя в возраст однозначно упираются в развилку поступить хорошо или поступить лучше вот в этой на этой развилке обычно почему-то лично у меня и у многих других братьев gps отключается то есть gps он работает на путь короче без проблем без переживаний и ближе к цели и сразу идем путем хорошим хорошим сразу приходит на память стихи из библии не хорошо быть человеку одному вдвоем лучше нежели одному хотя павел пишет что оставаться одному она короче ближе без проблем и быстрее добраться но gps не срабатывает и мы идем как господь сказал добратья друзья сегодня у нас тоже речь пойдет об этом есть такой брат у нас церкви здесь по местной он тоже решил следуя примерам других братьев впереди идущих решил что тоже не хорошо быть одному вообще я когда с ним рассуждал он мне очень дорог как сын я будучи одним из помощников руководителя молодежи много проводил с ним времени вместе беседовали и он мне очень дорог я ему задал вопрос а почему ты выбрал такой день когда много много людей собраны не просто много людей а цвет церквей то есть сюда на курсы отправляли людей талантливых перспективных далеко идущих в будущем на них в церквах планы есть и вот в этот день ты решил сделать так а потом я вспомнил друзья одного царя очень известного он тоже заканчивался определенный период пиршеств и он под конец решил удивить весь народ красотой своей жены но я понял этого брата он же не выбирал что попало он выбрал самую красивую самую лучшую а как показать все да и он решил под конец курсов я так думаю я не знаю точно я так просто представил когда все собраны и всем показать ее красоту так одним махом и все будут видеть знать везде покажут и за него порадуется пожалуйста брат вениамин пройдите пожалуйста сюда свою красивую невесту по дороге прихвати и пожалуйста пройдите сюда наперед можете на вторую ступенечку встать чтобы вас было видно ну друзья он сам виноват что такой день выбран но это только любовь на такое способность чтобы так при всех показать какая у меня красивая невеста ну и вы тоже брат вениамин за тебя рады за твой выбор он брат вениамин член церкви здесь сестра алина с сакрамента в церкви на астории у них брак будет в ноябре друзья немножко промежуток такой большой я испугался говорю как долго можно ждать ну потом подумал все таки она в сакрамента он здесь не наездишься не налетаешься может быть время пролетит быстро все будет хорошо мы об этом тоже будем молиться чтобы господь вас хранил благословлял алина можно тебе вопрос не скромный при всех друзья конечно это нехорошо молодых молодым людям задавать вопросы при таком множестве людей оно теряется я сам теряюсь но в одном из мест в слове божьем одному человеку так на ушко говорили что царь хочет чтобы ты стал его зятем и этот человек его звали давид он этим людям говорит так неужели вы думаете что легко быть зятем царя я прошу прощения ответственно по америке ты не боишься стать невесткой дочерью ответственно по америке да это очень такое положение все на тебя будут смотреть больше чем на других Пусть Бог вас благословит. Друзья, очень приятно, что Слово Божие в нашей жизни исполняется. Я только один стих прочитаю, потом мы вместе встанем, поблагодарим Господа за это служение. Это книга Иоиля, 2 глава. Я только напомню стих для того, чтобы мы, друзья, увидели, как Слово Божие исполняется в нашей жизни. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Друзья, мы здесь собраны все, и народ, и старцы, и отроки, и грудные дети, подмечалось в проповеди, да? Все здесь, и вот сейчас в это собрание, и тут происходит, вышел жених, вышла невеста, и мы свидетели этому. Друзья, будем о них молиться, чтобы Господь их хранил. У них будет немало переживаний с устройством, и подготовка к браку, и найти время для того, чтобы все это сделать. Она пока в Сакраменто, он здесь. То есть много будет поездок, перелетов. Вспоминайте о них в молитвах. Здесь нужно будет обустроиться, брак предстоит. Друзья, поддержим их в молитвах. А сейчас мы все вместе с вами встанем и попросим у Господа благословения на дальнейшее служение. Помолимся. Продолжение следует...